И мы продолжаем серию интервью об Украине и партнерах нашей страны и говорим о 2022 году как о периоде поддержки со стороны наших партнеров, но о 2023 год позиционируем не иначе, как год победы, уже будущий. К нашему эфиру присоединяется Марьяна Сараневич, с ней мы будем говорить об отношениях Украины и Италии, о взаимодействии и о поддержке со стороны Италии. Марьяна Сараневич, главный редактор украинской газеты в Италии, приветствуем вас. Добрый вечер. Марьяна, хотелось бы услышать короткий анализ с вашей стороны, потому что Италия ведь не всегда так достаточно активно поддерживала Украину и абсолютно точно высказывала свою позицию в поддержку Украины всяческими способами, в том числе и в военной поддержке. Как вы считаете, что стало основным катализатором для нынешней Италии поддерживать Украину в ее сегодняшней борьбе? Да, вы правы, Италия исторически прорусская страна и Россия очень на протяжении десятилетий работала здесь для автопромоции, для того, чтобы показать, насколько это демократическая, сильная страна. И, конечно, Италия с радостью принимала русских туристов, которые тратили здесь большие деньги как и в недвижимости, так и вообще в туристическом бизнесе. Поэтому дружба Италии и с Россией была очень сильна. И Украина была здесь представлена в основном той иммиграцией, которая началась с 90-х, 2000-х годов. Но в большинстве итальянцы мало знали про Украину, если не то, что рассказывали о ней женщины, которые работали в итальянских семьях. И нужно сказать, что с первых дней войны Италия была в замешательстве. Даже если судить по выпусках новостей, которые начали рассказывать о войне в Украине, то в первые дни дикторы и редакции не знали, с какой стороны подойти к этой проблеме. Но потом, насколько я думаю, мое мнение такое, что когда Евросоюз и Италия решили, какая будет позиция европейских стран после этого, конечно же, Италия начала беспрецедентно поддерживать Украину. И такой поддержки Украины не было за все то время, которое я помню, и те 20 лет, в которых я живу в Италии. Конечно, политика — это одно, общество — это другое. Намного сложнее изменить мнение общества. Поэтому еще до сегодняшнего дня есть много комментариев в социальных сетях, где люди поддерживают русскую позицию. И особенно видно, как в комментариях звучат лозунги, слоганы пропагандистов. И это показатель того, насколько сильна пропаганда России даже в эти наши дни. Но мы же знаем, как работает пропаганда Кремля. Это уже целая такая машина, махина, в которую вкладывалось много средств и усилий. И вот что касается комментариев в сетях, вам, конечно, вероятно, виднее взгляд изнутри. Но все-таки мне казалось, что лучше опираться на мнение живых людей. И вот при некоторой возможности общения буквально с некоторыми обычными гражданами Италии, то есть коренными итальянцами, у меня сложилось впечатление, что как раз люди сейчас достаточно активно поддерживают Украину. И вот следующим вопросом я и хотела задать, что вы говорили о том, что Италия, Евросоюз, они определили свою позицию по отношению поддержки в сторону Украины. И иногда дипломатические решения и решения социума, они не всегда синхронизируются. По крайней мере, на это какое-то время нужно периодически, если раньше позиция была абсолютно зеркальной. И, возможно, конечно, я ошибаюсь, но все-таки вы чувствуете, что еще общество недостаточно приняло эту дипломатическую позицию Италии? Большая часть общества приняла дипломатическую позицию, но какая-то часть остается еще привязана к той информации, которая тут продвигалась на протяжении десятилетий. Но, конечно же, итальянцы очень помогают Украине, даже на бытовом уровне. Итальянцы приносили очень много гуманитарной помощи в пункты сбора. Принимают украинские семьи в своих семьях. И вообще в школах принимают детей, которые сейчас учатся вместе с их детьми, с итальянскими детьми. Поэтому с точки зрения человеческой доброты, гуманности, итальянцы, конечно же, принимают и поддерживают Украину. Но все-таки пропаганда сильна, и какая-то часть населения еще придерживается старых взглядов. Скажите, пожалуйста, в данном случае также поддержкой Украины со стороны Европейского Союза, со стороны, если говорить именно об Италии, является и общее решение касательно сокращения энергоресурсов. А я напомню, что Италия рекордсмен, образец для других, вот так его называют иностранные СМИ, ей удалось сократить зависимость от российского газа до 10%. Смотрите, ведь мы же правильно понимаем, что для Европейского Союза, который был и остается, но, скажем, месяцем все меньше, зависим от российских энергоресурсов, это огромный, на самом деле, шаг вперед. И проявление солидарности с Украиной, и солидарности таким образом тоже ее поддерживают, чтобы не наполнять бюджет Российской Федерации, покупая эти энергоресурсы. Можно ли сказать, что сейчас Европейский Союз, Италия, объединена с Европейским Союзом и с Украиной, как никогда ранее? Да, конечно, можно так сказать. Италия была очень энергозависимая, это одна из более энергозависимых стран Евросоюза. И нужно так вспомнить, когда в Украине взорвалась, случилась трагедия на Чернобыльской АЭС, Виталий прошел референдум, итальянцы проголосовали за отказ от ядерной энергии. Поэтому, ну, это как бы палка о двух концах. Эта страна стала очень энергозависимой. Ну, да, конечно, с первых дней начали говорить о том, что экономика страны очень страдает без русского газа. Но все-таки с первых дней войны начали говорить тоже о переходе на альтернативные... Сточники энергоресурсов, да. Сточники, да, энергоресурсов. Поэтому, скажем так, война в Украине делает Италию и Европу более зеленой. А еще, поясните, вот Каролина уже начала говорить касательно информационной пропаганды. Вот, несмотря на то, что Италия четко и без колебаний встала на сторону Украины, но информационная пропаганда все равно существует. Если посмотреть, например, Литвы и Латвии, они в целом на законодательном уровне запретили информационные телеканалы Российской Федерации, которые как раз распространяют пропаганду, вранье касательно войны в Украине, касательно так называемой спецоперации и так далее. То, что там льется из этих телевизоров. Италия может пойти на такой шаг? С учетом того, что вы сказали, что все-таки, как ни крути, но Италия была ранее более пророссийской, чем проевропейской, проукраинской. В Италии пропаганда действует очень тонко. Она не идет напрямую в лобовую. Тут как-то все происходит по-другому. У нас большинство каналов, то есть есть основные государственные каналы, и они поддерживают политику государства. Но есть каналы Берлускони. А, как известно, Берлускони — это друг Путина не только в политической сфере, но это был его друг Собестей, с которым они встречались, ездили вместе в отпуск и публиковали дружественные фотографии, которые показывают, что их дружба была очень крепка. Поэтому на каналах Берлускони, особенно в толк-шоу иногда, чаще, чем этого бы хотелось, приглашаются, в толк-шоу иногда, чаще, чем этого бы хотелось, приглашаются, их называют опиньонисты, люди, которые высказывают свою точку зрения в действительности, защищают русскую точку зрения. Поэтому есть очень сильно и сильно отличается коммуникация на каналах Берлускони и на государственных каналах. И позвольте еще одно уточнение. Вот если мы видим, это заканчивая тему касательно пророссийскости Италии, либо проевропейскости, учитывая то, что на государственном уровне Италия официально встала на сторону Украины, помогает всячески Украине, это удар, это пощечина Российской Федерации, это пощечина лично Путину? Да, я думаю, что это большая пощечина Путина, потому что в этот же период, проходя по таких элегантных улицах, освещенных, подготовленных к Новому году, раньше слышалось очень много русской речи, было очень много туристов. Теперь же эти же улицы украшены желто-синими цветами, мы видим флаги Украины и на государственных зданиях, и просто реклама в желто-синих цветах. То есть я думаю, что только вот такая визуальная перемена, это очень большая перемена для Италии, и это пощечина России и Путина, да. Я вот увидела такую информацию, что Джорджия Мелони, премьер-министр Италии, призвала итальянцев выключить свет хотя бы на один час, для того, чтобы как-то ощутить на себе положение у украинцев сейчас, и то, каким образом сейчас украинцам достается эта борьба, просто обычным гражданам Украины, обычному мирному населению. А как вы считаете, ну, конечно же, здесь и в Украине такое слышать приятно, потому что, ну, это для нас звучит как поддержка, то, что наши проблемы и то, чем мы живем сегодня, они нивелируются, об этом говорят, об этом помнят, и главное, что нет усталости, о которой все время говорит российская пропаганда. Но все-таки как это воспринимается населением? Это больше воспринимается действительно как вызов, скажем так, с другой, более человечной стороны оценить то, что сегодня происходит в Украине? Или все-таки вызывает некоторое раздражение? Вот когда выбрали Джорджу Мелони, мы все очень переживали, изменится ли политика Италии. К сожалению, для России политика не изменилась. Джорджа Мелони тоже поддерживает Украину, как своими заявлениями, так и она продолжает поддерживать беженцев, стараться интегрировать тех людей, которые приехали сюда, и заявила о том, что о поставках оружия Украине. И скажу так, что усталости Виталии нет. Конечно же, немножко затих интерес, но все-таки та коммуникация, которая идет и со стороны Джорджа Мелони, и со стороны других политиков, и в новостях, и вообще со всех сторон, вся коммуникация страны, она направлена на поддержку Украины, поэтому люди, сами итальянцы гуманны сами по себе, они привыкли соболезновать тем людям, в доме которых случилась беда, они постоянно принимают беженцев из африканских стран, поэтому тут есть такая большая культура солидарности. А принятие украинских беженцев и болеть за Украину итальянцам намного легче и намного проще, намного легче и намного проще, поэтому я очень благодарна итальянскому народу. И, например, мой муж итальянец, он сказал, что, конечно же, в Риме не так холодно, но мой муж итальянец сказал, что мы вообще не будем включать в этом году отопление на поддержку и для солидарности с Украиной, поэтому мы купили теплые пижамы, теплые халаты и тепло одеваемся дома. И еще ни разу в этом году не включали отопление. Такая поддержка и такие слова, и просто факты из жизни людей, они также важны, я думаю, и для украинцев, и для других стран, которые также поддерживают Украину, потому что, знаете, вот в этих примерах все мы чувствуем такое глобальное единство и не одной страны, а многих стран, сильных стран, которые действительно могут пережить и противостоять этой российской агрессии, которая, к сожалению, все еще продолжается на территории Украины. Когда Джорджия Мелония держала победу на выборах, конечно же, всех, скажем, радовал ее проукраинский такой курс для Италии, ну, я имею в виду ее мнение по поводу поддержки Украины, в том, что это обязательно, но были опасения, опять же, по поводу того, что там все-таки есть еще и Сальвини, и Берлускони, которые, безусловно, не скрывали ранее, что они абсолютно не проукраинскую позицию, скажем так, занимают. И сейчас мы видим, что все-таки эти опасения, вероятно, не оправдались, по крайней мере, в большей своей части это точно, потому что Италия продолжает поддерживать Украину. Как вы считаете, можем ли мы оценить это как конечный результат сотрудничества этой коалиции, либо все-таки еще может все поменяться? Я думаю, что Украина в первую очередь должна быть благодарна Европейскому Союзу. И Джорджа Меллион неоднократно говорила о том, что Италия должна быть страной-лидером Евросоюза, и она никогда не пойдет в разрез с теми решениями, которые принимает Евросоюз. И поэтому пророссийские политики, такие как Берлускони и Сальвини, они просто могут как бы пакостить из-под тишка, но не могут делать этого открыто. Поэтому пока Украину будет поддерживать Евросоюз, ее будет поддерживать Италия. Благодарим вас, Марьяна, за то, что вы присоединились к нашему эфиру, за то, что вы поделились не только важной информацией, но и личными историями, которые также для нас важны. Марьяна Сараневич, главный редактор Украинской газеты в Италии, была с нами на связи. Продолжение следует...